Какую роль в Великой Отечественной войне сыграла Азербайджанская республика? Об этом гостям в ДНХ рассказывали в павильоне Азербайджан, организовав праздничное мероприятие в День Победы. Портал Москва-Баку присоединился к празднику. Я знаю, что каждый четвертый азербайджанец ушел на фронт. И я знаю, что почти 80 или 90% нефти помогали, снабжали советские танки. Гитлера была цель захватить Баку, чтобы этим самым предотвратить поставку нефти на фронт. Если бы это ему удалось, то мы бы проиграли. Но, слава Богу, мы опередили, мы победили. И я очень горд. И не только Азербайджаном, а всей советской, всему советскому народу я очень благодарен. Я азербайджанец из Туркменистана. То есть в советское время так случилось, что мои предки попали в Туркменистан. Но я сейчас мигрировал в Россию, нахожусь в России, живу. И для меня это, как говорится, духом я русский, в крови я азербайджанец, а гражданин Туркменистана. Особую роль в приближении Дня Победы сыграли бакинские нефтяники. Их трудовой подвиг бесценен. Об этой странице истории красочно рассказывали гостям павильона в этот день. Исторические снимки, документальные кадры хроники – все это невольно переносило гостей мероприятия в Баку военного времени. В историю Советского Союза мы все учили, собственно говоря. Конечно, мы все знаем о том, что все республики участвовали в победе. Победа-то, наверное, у нас у всех была одна. Азербайджан сыграл очень большую роль, потому что не будем забывать, что все-таки одна из целей тогда гитлеровской армии было захватить Баку, потому что если бы они захватывали бы, лишались бы мы забачьих запасов углеводородного топлива, без которого, так сказать, снабжение наших группировок и нашей армии было бы очень сильно затруднено, если бы вообще, в принципе, возможно. Поэтому, конечно же, Баку и труд азербайджанцев в тылу, он внес очень большой вклад. В годы Великой Отечественной войны на фронт из Азербайджана ушло 600 тысяч человек. Почтить их память и память всех героев Великой Отечественной войны можно было, возложив цветы к импровизированному вечному огню, который разместился в центре зала. Мне очень понравилось. Вот на секунду приставила, аж вот мурашки по коже, как солдаты все это переносили, как выстояли. Что для вас значит этот праздник сегодня? Ну, гордость за подвиг предков и благодарность за то, что они подарили нам жизнь. Что для вас значит этот праздник? Для меня, ну, День Победы это, ну, святой праздник, поскольку дед у меня воевал всю войну, можно сказать, прошел в плену был. Ну, поэтому семья наша всегда чтит этот праздник. Великий праздник. Ну, как, вот видите, смотрите, вот внука привезли специально, для того, чтобы они это помнили. Поэтому для нас, для всех, наверное, это значит больше всего во всей стране. Это, наверное, самый наш большой праздник. Приоткрыв для себя страничку военной истории Азербайджана, в этот же день каждый гость мог приоткрыть для себя и культурную страничку этой солнечной республики. Для гостей организаторы подготовили увлекательные экскурсии с викторинами и, конечно, мини-ярмарку с дегустацией национальной продукции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова